всем привет мои любимые только помыла волосы поэтому они такие сейчас пушистые я спешу я собираюсь и хочу сразу снять видео ребята сразу давайте нанесем базу я уже когда спешу не обязательно все из рук падает все как обычно распределю быстренько увлажню кожу кстати я хотела вам еще сказать что на ночь я делала вот такую вот масочку тканевую которая мне викуся дарила знаете я не оценила результат потому что я люблю очень сильно делать маски когда вы знаете я уже перед сном засыпаю и получается я уже полу спала сняла маску и уснула полностью в любом случае я уверена что кожи вреда не будет наоборот только питание так как кожа знаете несмотря на то что она у меня жирная очень часто ей не хватает питания и увлажнения кстати перед применением я хорошенько почитала состав я люблю знаете вот так релаксировать читать подробный состав делать маску потом смотреть какие-то видосики на ночи меня и отрубает так классно сегодня маслица внесу на губки ой что-то у меня руки скользкие уже ребятки знаете впереди что-то будет падать что-то будет валяться это уже все вот что значит свежка хотя казалось бы более в спокойном виде можно все быстрее успеть но нет надо мандражить у меня еще кофе там видите такой прикольной чашечки вчера я использовала биби крем а сегодня хочу также протестировать на дневном свете флюид вот это тоже spf 15 здесь и здесь значит окисляется темнеет кристиночка тоже мне писала что у тебя тоже самое темнеет ну вот да окисляется это даже на загорелую кожу не кайф ну буду использовать любом случае но конечно не на какие-то мероприятия или или такие знаете серьезные какие-то встречи на серьезные встречи у меня есть определенные тоналки в которых я уверена потом вам покажу в следующем видео так мои хорошие тоже он такой легенький флюидик блин консилер забыла сейчас нанесем еще и консилер ну осмотрим или как сегодня этот окисляется он любом случае будет окисляться немножко я заметила что вот фаберлик тональники любят окисляться да и он тоже с таким желтым видите под тоном так возьму этот ребятки консилер эвелин а пока что как смотрится флюид мне нравится я не знаю как он смотрится в камеру но вот так вот и на дневном свете очень даже ничего но я даже уже вижу что сколько минута прошла или нет начинает постепенно постепенно темнеть основа посмотрим так распределю консилер пальчиком быстренько дальше хорошенечко припутлюсь от души нанесу свой любимый бронзер тоже так быстренько ребятки я уже рассказывала что он имеет такой более кремовую текстуру вообще вот эту палеточку я выкупила по бюджетной цене была акция и я просто не люблю такие совместные палетки потому что слишком близко продукты расположены между собой и поэтому я ее раньше не заказывала а тут увидела акции думаю ай ладно закажу а раньше я на эту палетку акции не видела таких выгодных и вот это какое-то было условие при покупке чего-то что-то такое вот но тоже давновато было просто и я заказала ее и вы знаете ни капельки не пожалела так я ее заказала наполовину дешевле за очень хорошую стоимость и думаю блин если бы я раньше знала что она такая классная я бы ее раньше заказала бы и мне ее хватит ребят еще на очень очень долго она очень экономично расходуется видите очень экономично так сегодня румяный не буду добавлять добавлю немножко хайлайтика 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 чуть-чуть надо добавить да ребятки вам не послышалось совсем немножко моего любимого хайлайтера совсем капочку на носик немножечко потому что солнце такое уже выглядывает мне это более такой макияж не особо яркие на губочку сюда на верхнюю и еще чуть-чуть вот сюда нанести капельку так чуть-чуть давайте ребятки протестируем штуки эти тени потому что они у меня уже лежат я их давно хотела протестить вот этот оттеночек это 56 743 и более такой темный оттенок это у нас 56 745 конечно же вот эти вот наклейки бесячки хорошо что можно полностью снять наклейку и здесь внизу есть артикулы еще заметила как часто делают именно вот на донышке есть артикулы раньше не было не во всех продуктах так ну что ребята попробуем вот этот оттеночек сразу вначале вот тут он такой интересный как почему-то не напоминает цвет ореха ореха да такое есть конечно смотря какого ореха еще цвет кофе с молоком цвет тоналки серой да есть такое что знаете такой немножко серым интересный такой цвет ну светлые обычно пальчиком очень легко распределяются оттенки так что даже незаметны линии я уже пробовала раньше розовые оттеночек на глазах мне эти тени очень понравились они стойкие ребят и они не скатываются вот как-то знаете вот как положил так лежат я сегодня еще эти протесты потому что чтоб точно убедиться в своих словах и потом вам еще расскажу куда я уже положила другой оттенок он же был только что у меня в руках при том на глазах вот смотрите какой на пальчике да такой прям яркий а на глазах такой более нежненький и более темный оттеночек нанесу и более темный оттеночек нанесу естественно как я обычно делаю самый простой макияж это вот сюда вот еще можно просто как тень делать да и вот так распределю аккуратненько ручки можно потом вымыть ну вот так мне сегодня хватит я ярче делать не буду и еще ребята эти цвета очень классно наслаиваются я пробовала с розовым оттенком из этой же серии и они очень хорошо наслаиваются только надо подождать чтоб полностью высохли и снова хотя можно они очень хорошо распределяются и не оставляя знаете эту вот неприятную такую полоску которые бывают другие тени очень даже заметно оставляют теперь нанесу карандашик на слизистую обязательно мой любимый карандаш такой светло фиолетовый даже седло сиреневым можно сказать так дальше ребятки мне нужна тушь тоже так я хотела использовать ножнички точно я же хотела ребятки вот этот керлер использовать хорошенечко подкрутить видите ли яснички вам видно или нет зажались они у меня просто светлые светлые я их сейчас так хорошенечко подкручу они сразу приподнимаются и я возьму еще раз да и вот так тихонечко прижимаю тихонечко и сразу зафиксирую тушью тушь вчерашняя тоже фаберлик сразу же тушью фиксирую потому что эффект он не особо долговременный его нужно сразу зафиксировать вот так вот прям вверх все таки чувствуется разница если с керлером или без это у меня капризный такой глазик как постоянно здесь эти реснички путаются так и то же самое старым глазиком проделаю быстренько тоже зажимаю еще раз что девчонки только не делают опля о сразу видно как они вверх поднялись прикольная штука мне очень нравится вот этот керлер хороший удобный такой удобненький очень даже и вот когда тушь наносишь сразу чувствуется как реснички вверх стали более выше загнулись да чтобы они не были такие как палки а более такие вверх смотрящие нет это больше раз когда они так знаете смотрят вверх хотя раньше я очень редко использовала этот керлер было время что в oriflame я пользовалась керлером и там была еще запасная подушечка вот эта вот на которой реснички ложатся в этом нету запасной подушечки тоже то что я запомнила она может по соку постольку эта подушечка но просто знаете как-то у меня почему-то это в память так заклинила чтоб там была запасная подушечка хотя я даже не меняла наверное запасную подушечку не одного раза так я не часто пользовалась и так так какая красота да так кажется так не удалось сегодня прям ну давай не удалось так мои хорошие 41 149 сегодня оттеночек использую на губке мне честно я видела викуся писала комментарии что не очень помадки но мне реально очень зашли не в том смысле что не очень помады а то что ей просто не нравятся такие вот помады такого формата а мне вот прям очень понравилось я бы сказала что это знаете как такой яркий бальзам который еще заполняет каждую морщилку и получается такой эффект полных губ если еще зайти за контур как я люблю меня просили не заходить за контур но это конечно же всегда буду заходить за контур пока мне будет нравиться да здесь уже дело каждого как им украситься и тогда они смотрятся еще больше у меня форма губ асимметричная и я могу себе рисовать такие лепешечки потому что у меня нет такого четкого контура я могу себе прям побольше рисовать я немножечко отходила сегодня подкачала губешки чуть-чуть вот так вот вот так чуть-чуть подкачала и у меня сегодня губки немножечко раздутые это временный эффект временный эффект и осталось, ребяточки, почесать мои брови почешу немножечко подчищем дровки потому что сейчас в моде светлые и волосатые вот прям как я люблю светлые волосатые брови в пушистом формате такс что я еще таки не сделала надо подумать кстати вот эта вот помадка стеллари мне настолько нравится сильно это одиннадцатый номер одиннадцатый дом а пахнет она просто бомбезно ах я ее прям храню, берегу и возможно закажу себе ну попозже, попозже уже началось, да мы экономим сейчас потом в следующий раз я закажу себе еще другой оттенок так, мои хорошие, ну все макияжик у нас готов волосы я расчешу пред уходом очень сильно вас люблю, обожаю целую мои красивые, мои любимые муа благодарю за просмотр спасибо за просмотр